Самозанятые Тверской области могут получить льготные займы от государства на специальных условиях на развитие своего дела. Те, кто труется на себя, имеют возможность взять в кредит под 1% годовых на сумму от 50 до 500 тысяч рублей. Как работает эта программа на деле, расскажем в следующем материале выпуска. Самозанятые Татьяна Киселева из Твери с гордостью демонстрируют две современные вышивальные машинки с компьютерным управлением. Производство Китай. Стоимость каждой более полумиллиона рублей. Первая приобреталась несколько лет назад, когда только открывалась студия. Вторая в июне этого года, так как появилась необходимость в дополнительном оборудовании. Машинка, она, конечно, очень мне помогает сейчас. Может вышивать и на кепках, и на всем, чем угодно, начиная от носков, трусов, полотенец. Получается, больше и по объему я могу сделать, и по выручке. Среди клиентов Татьяна как частные лица, так и предприниматели, желающие украсить одежду, кепки, полотенца, салфетки оригинальной вышивкой или логотипами. Заказов много. Вторая машинка сократила сроки их исполнения. Конечно, такая техника стоит немало. Нужен займ. Через специалистов «Мой бизнес» Тверичанка узнала о льготном кредите для самозанятых и подала документы. Заявку рассмотрели и одобрили за 7 дней. Займ в размере 500 тысяч под 1% на 2 года. Это достаточно очень удобно. Платежи небольшие получаются. Платеж получается 20 200 с чем-то рублей. То есть это достаточно небольшая сумма для такого кредита. 500 тысяч – это максимальная сумма льготного кредита. Для того, чтобы получить займ свыше 250 тысяч, необходим поручитель. Физическое лицо с подтвержденным доходом. Затем самозанятый отчитается за каждый потраченный кредитный рубль. Займы можно потратить на развитие предпринимательских целей. То есть приобрести оборудование, товары. После предоставления займа фондом устанавливается срок, в течение которого он должен отчитаться о целевом использовании. То есть он должен приложить документы, подтверждающие факт приобретения того или иного товара или оборудования. То есть это могут быть кассовые чеки, договора с продавцами. Напомним, что под эту категорию налогоплательщиков попадают те, кто работает сам на себя без наемных сотрудников. Они с 2020 года платят так называемый налог на профессиональный доход в 4%. На сегодняшний день в Тверской области насчитывается более 30,5 тысяч самозанятых. Это репетиторы, няни, сиделки, швеи, кондитеры, а также представители ряда других профессий, в которых можно обойтись без огромных цехов с десятками и сотнями подчиненных.